Итак, Танюша делает торт. Сейчас мы будем делать торт, называется пирамида. С лишними. Для него нам нужен крем. Молоко. Крем с пудингом. На молоке сварила пудинг. Сливочно-заварной крем. Что ты добавляешь? Добавляю сюда масло. Масло сливочное добавляю. На молоке пудинг. Сливочное масло. Потом это все взбиваешь, да? Сейчас мы это все взбиваем быстро миксером. Сейчас все будет взбивать миксером. У нас особо нет. И торт нам надо сделать. За пять с половиной минут. Вот так, представляете? Взбиваю. Значит, еще раз. На молоке сварим пудинг. Ну, в пачках продают пудинги. Полтора литра молока. Полтора литра молока одна пачка. Двадцать ложек сахара. Двадцать ложек сахара. И три пачки пудинга. И плюс сколько там грамм масла сливочного надо? Триста грамм. Триста грамм масла сливочного. Вот такой крем. как это что это вот таня только что из духовки вытащила коржи слоеное тесто вот внутри каждого вот такая вот вишня внутри каждой палочки этой вишни дальше смотрите в каждой палочке внутри вот я вам покажу ну вот понятно вот она раскрытая палочка и в ней вишня вот внутри каждой палочки вот если раскрыть вот так то мы увидим вишню вот такие вот палочки а в них внутри вишня разрезаем слоеное тесто внутри которых вишня потом разрезаем вот так пополам эти палочки и выкладываем в пирамиду начало 4 штуки 3 2 потом 3 а потом 2 теперь надо снимать теплые вот четыре штуки она вытащила дальше она мажет кремом сверху обмазывает кремом который вы видели из пудинка и из масла сливочного и молока и сколько там грамм сахара было в креме 20 ложек сахара столовых это вообще ложат по вкусу можно ложить меньше можно ложить больше это так есть такое дело дальше домашний быстрый такой вот пирог тортик дальше на следующий берем три штучки и три штучки берем три такие полосочки есть полосочки сверху от перемазан при опять крем сейчас на это можно просто так чтобы намазать все в конечном итоге у нас будет очень красивая пирога а главное очень вкусно пальчики оближешь мы уже потанцевали покушали теперь у нас идет ледови мы весело проводим праздники слава богу у нас веселая компания мы все родственники мы тяжело работаем и тяжело отдыхаем мы все родные и близкие и главное у нас все нормально все позитив несмотря ни на что все прекрасно плакаться это мягко сказано плакаться рассказывать сказки как вам тяжело ваше тяжести это лишь ерунда больше чем нужно господь бог я вам честно скажу не даст он не даст больше чем нужно чем больше тех тяжести которые вы могли бы перенести это уже проверено вот так вот так что ребята воспринимайте все с чувством юмора живите весело наслаждайтесь каждым днем жизни где бы вы ни жили и тогда у вас все будет хорошо так потому что то где вы живете это место предназначено вам богом значит вам так нужно значит вы заслужили этого вот и все вот так вот не обижайтесь это правда вот смотрите как красиво и мы наслаждаемся будучи там где мы есть мало ли где Таня была Таня была много где и я где много была вот еще один человек пришел он тоже много где был там вот вы его ноги только видите там ноги только его он тоже много где был мало ли где кто был правильно мы должны наслаждаться там где мы есть Серега вот как ты еще я днем так долго принимала всех гостей товар от из телевизора мы с собакой когда не с кем разговаривать вот Серега говорит об одиночестве что одиноким быть тяжело одинокий волк это круто но это так сынок тяжело ты владеешь миром как будто и не стоишь в нем ничего это так сказала не я это сказал Александр Градский Серега он правильно сказал это злородочка да нет ты что Александра Градского не знаешь ты меня убил ты меня убил ну у него такая бололочка нет это у у нее у него нет... подожди! ты у Бориса Гребенщикова Гребенщикова а я говорю за Александра Гратского В очках Градский он все таки писал он понял да, все понял он сейчас полный такой но вам попутал я таких не слушая а не показай от同 Sr. Волка ты знаешь кто сказал это сказал подожди это не Градский ты знаешь кто сказал это сказал Александр Розенбаум Розенбаум Одинокий волк это круто Но это так, сынок, тяжело Ты владеешь миром как будто И не стоишь в нем ничего Да, точно это сказала Александра Я уже пошел, потому что я дослушаюсь Ну ладно А мы пирамиду мы сделаем Ладно Смотри, конечно А в этот момент у нас уже, смотрите, торт готов Ой, а теперь мы сделаем вторую пирамиду Что, еще что-то будет? А у нас еще осталось У нас еще одна пирамида получится Вот такая вот пирамидка, видите? Вот такая пирамидка В виде как бы домика Очень вкусно и классно Вот такой тортик Танюша делает Итак, Танюша приготовила два тортика Один шоколадный, вот шоколадной стружкой А один тортик с орешками Вот, так что, люблю всех Бон аппетит! Закрывай!